Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Наши зрители просили нас прокомментировать претензии к религии, которые высказал блогер с ресурса Агитпроп, что значит агитация и пропаганда, Константин Сёмин. Ну, начнём с того, что этот товарищ, при всей нашем уважении и любви к нему, не очень хорошо разбирается в религии, как и большинство современных людей. Видео называется «Претензии к религии». А сам Константин отвечает, чем ему не нравится религиозная организация РПЦ, и разговор идёт не о религии, а про политику. Поэтому сначала определимся с терминами, чтобы не было никакой подмены понятий. Религия – это определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное. То есть религия – это про божество, про загробную жизнь, или про какой-нибудь обряд или предмет, сверхъестественным способом, лечащий от болезней и защищающий от пули. Там, где какая-то группа людей, будь то религиозная организация по имени РПЦ, или просто какие-нибудь бородатые мужики объединились с целью повышать своё материальное благосостояние и влияние на общественные процессы сугубо естественными способами, такими как сотрудничество с государственной властью, или производство и распространение каких-нибудь товаров и услуг. Там будет или политика, которая про управление обществом, или экономика, которая про производство и потребление товаров и услуг, или что-нибудь ещё. Но никак не религия. Потому что религия – это про сверхъестественное. Точно. А ещё бывает злоупотребление религии, то есть, когда, используя религиозные чувства или религиозное невежество людей, кто-то пытается обогащаться или строить политическую карьеру. Вот, например, товарищ Ленин в своих работах часто пояснял, что плохо не религия как таковая или религиозные организации как таковые, а плохо использование религии для эксплуатации человека человеком. Это точно. Полное собрание сочинений товарища Ленина вам в помощь. Оно доступно в интернете. И легко гуглиться по цитатам, которые используют религиозные мракобесы с целью очернить товарища Ленина. А, типа всякий боженька есть труповоженька. Ну вот сюда, наша любимая. То есть, товарищ Ленин не против религии и не против религиозных организаций, а против злоупотребления религий. А еще есть околоцерковная субкультура. То есть, субкультура – это часть культуры общества, которая отличается от большинства своим внешним видом, одеждой, поведением. То есть, субкультура – это про то, чтобы носить платочки-юбочки, читать книгу «Не святые, святые», слушать там «Радио Радонеж», «Радио Вера», ехать ночь в автобусе, чтобы утром до облеска нацеловывать религиозную атрибутику в каком-нибудь хорошо пропиаренном монастыре. Ну вот, мы определились с терминологией. Теперь мы понимаем, что наш оппонент говорит про политику религиозной организации РПЦ и про общественные процессы в околоцерковной субкультуре. Сегодняшняя РПЦ – это часть инструментария буржуазной власти, так же как до 1917 года по подавлению классового сознания и классового сопротивления. Наш оппонент говорит «Часть инструментария буржуазной власти мы не согласны. Исторически известно, что христианская церковь максимально сильна не в буржуазном, а в феодальном обществе». Потому что в феодальном обществе церковь выполняла очень полезную функцию по объединению субъектов, находящихся в состоянии феодальной раздробленности. Фактически церковь христианская – это было некое подобие имперского министерства культуры, министерства образования, министерства налогов и сборов, банковская система, ну плюс крупнейший землевладелец, ну и плюс еще много-много-много всего. Когда церковь критикуют за то, что она организовывала сбор дани в пользу Золотой Орды на Руси или за средневековую инквизицию в Европе, то, как правило, забывают про исторический контекст. Но альтернатива тому, что было в христианской церкви, было еще хуже. Ну вот, например, сбор дани с русских князей для Золотой Орды – это фактически замена платежей черным налом на платежи через банк. То есть централизованно, невозможно договориться о расчетах мимо кассы, церковь подчиняется не князю, а своему епископу. А вот альтернатива инквизиции – это стихийный народный самосуд над тем, кто якобы колдует. То есть вся деревня хватается за палки и бежит в соседнюю деревню бить тамошнюю ведьму. А в той деревне тоже мужики с палками. В результате большая драка и потом некому пахать землю. Вот она та самая государственная образующая функция христианской церкви. Но только эта государственная образующая функция, она вот так полезно действовала в Средневековье. А в капиталистическом обществе то, что выполняла церковь, выполняют другие органы государственной власти и общественные институты. И церковь оттуда вытеснена естественным путем, как не справляющаяся с теми задачами в более сложном обществе. А, ну а церковь пытается все равно туда лезть? На самом деле не пытается. Да, священники, конечно, любят освещать офисы банков, государственных организаций в надежде получить пожертвования за свои услуги. Но работу этих организаций-то они на себя брать даже и не пытаются. Потому что по сравнению с феодальным обществом, в капиталистическом обществе вот эта работа очень-очень сильно сложная. Да, да. В качестве примера сходите в простенькую государственную конторку по имени ЗАГС. Ну, желательно с человеком противоположного пола. Где регистрируются браки, разводы, рождения, смерти. Посмотрите, сколько там работает народу. Сколько там кабинетов. Ну, и как такую работу может выполнять церковный служитель? Лет 300 назад были только большие толстые книги. В одну записывали, кто рождается, в другую, кто умирает, в третью, кто женится. И все дело производства. Дело это какой-нибудь панамарь. Свободное от богослужения время. Итого, церковь это не инструментарий капиталистического общества. Церковь это инструментарий феодального общества. В капиталистическом обществе, как инструмент чего-либо, церковь морально устарела по всем параметрам. И только на этом самом капиталистическом обществе паразитирует. Но зато церковь по-прежнему может выполнять свою основную функцию, ради которой она была создана Ну то есть заниматься религией и не лезть в государственные дела Обратите внимание, Иисус Христос в государственные дела не лез Он ни одной социальной задачи не решил Он показал, что да, он может лечить, да, он может превращать воду в вино Да, он может накормить людей хлебом и рыбками, но не стал это делать И за это он, соответственно, от народа получил то, что получил То есть совершать богослужения и светить воду и куличики Именно в таком состоянии находилась церковь в СССР, когда была отделена от государства Ой, наш оппонент говорит, что РПЦ что-то насаждает А не просто рекомендует Институт, который насаждает антинаучное, мракобесное отношение к действительности Не просто рекомендует, а насаждает Чтобы что-то насаждать, надо иметь у себя в подчинении силовую структуру Потому что, как иначе принудить тех, кто не хочет Вот, например, мэр города может насаждать Всем подсаком надеть намордники и радоваться Потому что ему будет подчиняться полиция и Росгвардия А вот в церкви, конечно, могут тусоваться агрессивные бородатые мужики Которые называют себя хоть казаками, хоть опричниками Но власти-то у них никакой нет Если они кого-то к чему-то попытаются принудить То, во-первых, РПЦ сразу скажет, что это не наши сотрудники Мы к ним не имеем никакого отношения А во-вторых, государство против них заведет сразу уголовное дело По заявлению потерпевших от их действий Вот и все В средневековье церковное начальство могло отучить князя или короля от церкви И это создало бы ему серьезные экономические и политические проблемы А не только связанные с духовной жизнью А сейчас, если церковь пытается на кого-то надавить То человек вообще может сказать Я агностик или атеист И ваша церковь мне не указ Свобода вероисповедания Человека нельзя ограничивать в правах Из-за его религиозных убеждений Поэтому церковь, в принципе, в современном обществе Никому ничего навязывать не может То, что патриарх и священники что-то вещают Это не более чем в ток-шоу политики что-то орут На самом деле, даже гораздо меньше Потому что, если какой-нибудь политик в ток-шоу или в интервью Что-нибудь неосторожное скажет Вроде государство не просило этих детей рожать То может лишиться должности Будет большой скандал А священнику позволительно и про семейное насилие Одобрительно сказать И неполиткорректно про людей другой нации Или другой религии высказаться И даже живущих в нерасписанном браке Женщин назвать бесплатными проститутками Но это как раз означает не то, что у священника Важный статус в обществе А то, что общество его воспринимает Как невменяемого А его речи как бред сумасшедшего Потому что, если бы воспринимали его серьезно То и к его словам относились бы Серьезно А так, ну, сказал какой-то поп Какую-то глупость Ну, это как кошка мяукнула Мы это видели, потому как начиналась пандемия Потому как проводились богослужения для изгнания вируса Наш оппонент говорит, что РПЦ насаждает Антинаучное и мракобесное отношение к действительности В принципе, мракобесия в около церковных кругах хватает И это плохо Но то, что перечислил наш оппонент Богослужения, колокола, крестные ходы Это не мракобесие Это религиозные обряды Так как религия построена на вере в сверхъестественное То ее основная задача Как раз эти самые религиозные обряды и совершать Чтоб колокола звонили, крестные ходы ходили И попы в храме служили молебиями В том числе и против коронавируса Это и есть как раз действие, основанное на вере в сверхъестественное И это нормально В том числе и помолиться и об избавлении от вируса Вот, да, да А мракобесие – это враждебное отношение к просвещению науки и прогрессу Его никто не насаждает Оно возникает само собой Там, где не хватает просвещения Когда секретарша спасается от компьютерного излучения кактусом Хоть он и красивый, я понимаю Но это мракобесие И возникает оно не из-за того, что в женском журнале что-то ей написали про этот кактус А из-за того, что она не разбирается в технике Религиозное образование – это не мракобесие Если человек изучает Библию, то он от этого не станет глупее У него как минимум добавятся знания по литературе, по географии, по истории и даже по религиоведению Что самое крутое и приятное Человек глупеет, когда выбирает себе духовника, который наставляет его, что учиться не надо Достаточно уметь лапки плести, скотину пасти и спасешься послушанием и смирением Но только церковь официально этому не учит Точно, наоборот, говорит, что это плохо Избегайте этого Наш оппонент утверждает, что в связи с пандемией РПЦ показала свою возможность влиять на общество На самом деле, как раз наоборот Пандемия показала, что церковь абсолютно никак не может влиять на общество Потому что по распоряжению заурядного чиновника из Роспотребнадзора Самое святое, что в церкви есть, то есть в церковное богослужение Были внесены какие-то бредовые изменения Не только мирян, но и духовенство Одели в ритуальные маски, без которых нельзя ни покупать, ни продавать А теперь даже и молиться в храме Да, то есть прямая отсылка к апокалипсису, к начертанию зверя Антихриста Блин, ведь не стыдно Добавили обряд омовения евхаристической ложки после каждого причастника Хотя это, в общем-то, кощунство Как будто самую главную христианскую святыню можно испортить То есть есть ритуальное омовение рук епископа Когда он, чтобы приступить к святыне Вот, это абсолютно логично Приступить к священодейству Руки омывает Да, это правильно Чтобы в чистоте к священодействию подойти А то, что кто-то может испортить святыню Это как раз наоборот кощунственный обряд Блин, абсурд Добавили, значит Или еще разметка в храме Какую-то разметку Держать социальную дистанцию Ой А где тело Христова? Я не вижу тело Христова То есть тот же чиновник мог бы сказать Наденьте не маску врача, а маску козла А на полу нарисуйте пентаграмму и встаньте И все бы священники и патарях Сразу бы это сделали Блин, безобразие То есть в средневековье вообще Даже за меньшее Этих бы чиновников порвали в клочья Религиозные фанатики разъяренные Было бы ковчунной бунт Запретили икону целовать и молебен служить Так целого архимандрита убили Монастыри разграбили Вот-вот А сейчас все надели на мордники И радуются в церкви А тут патриарх сначала что-то робко пытался протестовать Но потом безоговорочно принял Все коронавирусные ограничения В том числе и карантин и закрытые храмы Да, причем такие, за которые можно вообще-то И под анафему попасть Да И заметьте Кроме Сергия Романова Ему никто не возразил Потому что всем пофиг То есть влияние церкви на общество В нашей стране Нулевое Потому что как инструмент Какого-то либо общественного влияния Церковь, как мы уже говорили Безнадежно, морально устарела Церковь это своеобразный заповедник Средневековья Тут вам и грязные религиозные обряды Тут и морально устаревшая форма образования То есть иди в послушание к духовному руководителю Смотри на него И выполняй все его повеления Тут и все возможные злоупотребления И мракобесия И просто человеческие пороки Свойственные древнему примитивному обществу Звух невежественных людей Еще нашего оппонента смущает Что храмы строят, а больницы не строят Количество учебных учреждений, больниц, научных заведений сокращается А количество храмов растет Эта диспропорция раздражает в первую очередь Не должна быть больницы в руинах, а храм ослепительным Такого не должно быть Что в храме блестят золотые копова, а в больнице все скромненько Ну так современный храм стоит намного дешевле, чем современная больница Храм это фактически пустая коробочка с блестящей полукруглой крышей А больница это множество кабинетов с дорогим оборудованием Плюс множество персонала, которому надо платить зарплату Зато в парке в сочетании с зеленью храм смотрится живописно Туристы сэлфи на фоне храмов любят делать Когда современные блогеры сравнивают храм со школой или с больницей То они почему-то представляют ситуацию на уровне 19 века То есть больница это деревянная изба Школа это деревянная изба А храм это здоровенное каменное строение с художественной росписью А в реальной современной больнице один аппарат МРТ или компьютерной томографии Он будет стоить как небольшой храмик И плюс больницу надо содержать, врачам зарплату платить А храм один раз построить, он пару десятков лет будет стоять Просто как украшение парка или спального района И в заключение скажем, что мы убежденные христиане Наша религия абсолютно не мешает нам интересоваться наукой, политикой и вообще жизнью Ну вот политические убеждения у нас во многом схожи с нашим оппонентом То есть наш ближний это товарищ Ленин Потому что он нам, как шристианам, оказал очень много благ Вот благодаря политике, которую Ленин провел Мы имеем представление о том, что может быть бесплатная медицина Бесплатное образование, право на труд, право на отдых А вот царь Николай II, которого в нашей субкультуре на иконах рисует Он ближний нашего президента и нашего патриарха Нам он не ближний Да, вот мы против мракобесия Мы против злоупотребления религии для эксплуатации человека человеком И наша христианская религия нам здесь ничему не мешает Потому что религия занимается сверхъестественным А политика и наука это естественное Ну и пару слов о причине ошибки нашего оппонента То есть, скорее всего, наш оппонент не дурак Это известный блогер, у него полно подписчиков Но информацию о религии у него из каких-то или средневековых, или дореволюционных источников А в средневековье было традиционное общество То есть, человек не выбирал религию, как сейчас А копировал жизнь своих родителей В том числе и религиозную А сейчас мы живем не в традиционном обществе А в обществе научно-технического прогресса Нам доступна самая разная научная и религиозная литература Иногда даже в аудиоформате И мы уже не тупо верим тому, что нам говорит поп или бабка у подсвечника А скачиваем учебники по конкретному предмету Или слушаем научно-популярные лекции на ютубе И уже разбираемся серьезно в каком-нибудь интересующем нас вопросе Заходите по пятницам вечером к нам на прямой эфир И задавайте нам провокационные вопросы на тему религии Да, религии особенно Да, и политика это наше время И политики РПЦ На этом мы прощаемся с вами Спасибо за внимание До встречи в следующих видео До свидания Субтитры сделал DimaTorzok